СС-5. Еврейский народ в двухтысячелетнем галуте. Под заголовок «Поднимаю против тебя любовников твоих». Отход евреев от веры в единого Бога и его Тору пророки сравнивают с изменой жены мужу. Вот что ждет вступивших в развратную связь с чужими религиями. «Я поднимаю против тебя любовников твоих и обращу на тебя ревность мою, и поступят любовники с тобой жестоко». Ехэскель 23.22.25 Говорят, что существует какая-то разновидность ядовитых насекомых, самки которых убивают самцов сразу же после спаривания. Точно так же происходило и с нами. Стоило евреям в очередном любовном приключении оплодотворить чужую идеологию, как та запускала в них свое ядовитое жало. Когда евреи в эпоху судей стали поклоняться филистимскому Богу Дагону, напали на страну филистимляне, притесняли евреев, обложили их непосильной данью. И стонал народ до тех пор, пока не удалили они чужих богов из среды своей и стали служить Господу. Шофтим 10.16 Во времена первого храма евреи стали поклоняться идолам Ассирии и Вавилона. И в этом случае орудием наказания евреев стал предмет их страсти. Как мы уже знаем, ассирийцы изгнали из Эра Цисраэль 10 колен Израиля, а вавилоняне оставшиеся два колена – Иуды и Беньямина. Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому отходу от своей религии, и греки практически беспрепятственно искореняли в Эра Цисраэль иудаизм, а непокорных уничтожали. То же произошло и с возникновением христианства. Новая религия, созданная евреями-отступниками, сначала способствовала отторжению их самих от народа Израиля, а впоследствии принесла неисчислимые бедствия еврейству, среди которого возникло. В конце XVIII – начале XIX веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные евреи стали преклоняться перед «культурной» Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, которое было призвано «осовременить» иудаизм. Реформисты строили для себя синагоги по образцу немецких церквей, стали молиться под аккомпанемент органа, в службу было включено пение женского хора. Самые «прогрессивные» из реформистов перенесли день заповеданного отдыха с субботы на воскресенье. Они выбросили из молитвы слова «И приведи нас в Сион, город Твой, с песнями, и в Иерусалим, место храма Твоего, с вечной радостью». Ибо взяли на вооружение новую этику, провозглашенную идеологами этого движения. «Нельзя лукавить, обращаясь к Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной просвещенной Германии, а не в темной отсталой Азии. Неужели мы станем просить о возвращении обратно?» Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев. Именно там добровольное крещение стало обычным явлением. И именно оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное бедствие XIX-XX веков, отход евреев от Торы. Как и следовало ожидать, именно Германия явилась вскоре тем орудием мщения, которое избрал Всевышний, чтобы в очередной раз наказать свой распутный народ. Родоначальник «научного» коммунизма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, крестившихся, когда мальчику было три года. Этому лже-мессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал. «Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей». Конец цитаты. «Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение полувека были одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. Это они и виноваты в массовой ассимиляции советского еврейства. Это их руками Ленин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру. Это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит. Это они расправлялись с верующими евреями, посылая их в лагеря по обвинению в контрреволюции. Мы хорошо помним их собственную судьбу, бывших членов ЦК, в ЦИК работников карательных органов, революционеров еврейского происхождения. Почти все они погибли в тех же самых застенках, куда направляли своих братьев по крови, оставшихся верными своему Богу и своему народу. Те из них, кто чудом остался в живых, как правило, сожалеют о том, что натворили. Многие, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. Грозные предостережения Господа и здесь сбылись в точности. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что отдалились от меня и пошли за пустым, и сами стали пустыми? Ирмиягу 2, дробь 5 Зло твое накажет тебя, и отступничество твое обличит тебя, и ты узнаешь и увидишь, как плохо и горько будет тебе за то, что оставил ты Господа, Бога твоего, и не побоялся ты меня. Ирмиягу 2, дробь 19